Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь. Итак, с сегодняшнего дня мы начинаем небольшую такую рубрику, которая уже точно продлится больше шести роликов, либо точно шесть. Потому что мы сегодня стартуем в Лиге Чемпионов, именно как режим этот, без всяких там сезонных переговоров к игрокам, как в карьере, например. Просто здесь мы посвящаем эту рубрику именно Лиге Чемпионов и единственной команде из России, которая в FIFA 20 участвует в Лиге Чемпионов, это Московский Локомотив. Также для такого вот прям разнообразия я решил добавить Спартак в группу B, так как там какая-то другая была все равно команда. И также ЦСКА добавить в группу G, где играет в реальной жизни Зенит. Многие знают, что я болельщик Зенита, но все-таки в Лиге Чемпионов нужно поддерживать российские, между прочим, команды. Так что я действительно очень переживал за Локомотив, когда играли и матчи с Ювентусом, с Атлетиком Мадридом и также с Ливеркузинским Байером. Так что стартуем мы именно Локомотивом, ну и посмотрим также, как будет проходить у нас Лига Чемпионов в российских клубах. Здесь Спартак и ЦСКА, в общем, посмотрим. Ну что же, и первый у нас сразу же матч, это выездной матч против Ливеркузинского Байера. Тогда в реальной жизни Локомотив победил со счетом 2-1. Но давайте все-таки разберемся с составом, мы его сразу же приготовим. Ко всем практическим матчам соберем самый стартовый состав. Слева у нас будет Рыбус, в центре обороны Чорлука и Бенедикта Хеведес. На воротах, естественно, Гильерми, несменный справа в защите у нас, естественно, Игнатьев. Вот насчет правого полузащитника, я бы все-таки здесь, наверное, поставил бы Фарфана вместо же Маледдинова. Криховик и Дмитрий Баринов, естественно, будут у нас в опорке. Слева у нас, я вот все-таки еще и думаю, оставить ли все-таки Антона Мирончика вот именно на этой позиции слева. А Алексей будет остаться тогда на позиции Цапника, потому что ему с левой ноги неудобно будет, наверное, заходить с левого фланга. Ну и Федор Смол в нападении. Что насчет скамейки запасных? У нас есть Каченков, все может быть в нашей Лиге Чемпионов, так что, может, и голкипера мы потеряем. Но Медведева я вряд ли бы стал брать в Лигу Чемпионов. Насчет обороны у нас здесь Соломон Каверкуэлия, Мурилио и Живоглядов. Надо думать, кого-то все-таки придется, наверное, убирать. Вместо Коломейцева я его оставляю, пожалуй, потому что больше лучших игроков на позиции полузащитников нету. А вот, наверное, все-таки Мурилио я уберу и возьму Луку Джорджевича. Ничего личного, никаких здесь нету предпосылок, что это бывший игрок Зенита. Просто нам действительно нужен еще один нападающий, тем более Лука Джорджевич еще может играть на позиции левого флангового, а Эдер только на позиции форварда. Посмотрим, что из этого вообще выйдет, что по амплуа. Но это все так. Продолжим редактирование. Левый угловой, правая нога. Вот здесь у Локомотива все замечательно. Насчет угловых расставлено. Вот таким составом братья Миранчуки в нападении с Федором Самоловым и Фарфаном будут. Ну и в опорочке Баринов и Криховия. Посмотрим. В каждом выпуске мы будем играть по одному матчу, то есть по одному туру проходить. Так что пишите также в комментариях, кого вы может хотите убрать немного из состава, либо чтобы я показал именно другого футболиста на поле в старт. Он даже может быть в составе. И мы посмотрели. Именно у нас здесь сейчас не очень-таки получится попробовать разных игроков. Так у нас группа действительно очень тяжелая получилась. И только, наверное, с Байером мы будем пытаться на победу играть. С Атлетикой и с Ювентусом будет очень тяжело бодаться. Но будем все равно пытаться хотя бы за минимальные очки. Но терять мы их ни в коем случае не хотим. Так что будем играть, наверное, все-таки стабильным составом. Не будем никаких там медведев выпускать вместо Гильермы. Был бы другой, например, Славия какая-нибудь пражская вместо Байера. Я бы выпускал, естественно, каких-нибудь других игроков. Ну а так, давайте меньше слов, больше дела. Мы переходим к матчу. Итак, вот она, Бай-арена в Ливеркузине. Локомотив приехал на первый свой тур. Лиги чемпионов этого сезона. Локомотив настроен. В этом сезоне впервые две команды из российского чемпионата попадают сразу же без всяких квалификаций. Краснодар провалил квалификацию в Лиге чемпионов и пошел в Лигу Европы. Но вот Зенит и Локомотив в Лиге чемпионов, но Зенита нету в FIFA 20. Поэтому мы вынуждены играть за Локомотив в Лиге чемпионов. Это неплохая немецкая команда. Лигер, ну хорошо пока что. Отлично рыбусь. Опа, тихо, главное, что там фола не было. То я прям там акцентированно так фолил. А вот и Белораби здесь подфолил уже немного. Бейли, Бейли на фланге. Его никто вот тут просто не накрывает. И хорошо, что Хаверт сейчас в штангу попадает. Спокойно, ребята, спокойно. Ран есть. И Белораби, какой хороший удар низом. Но близко все, близко начинает лететь у Байера. Но в створ хорошо, что пока не летит. Набегаем, набегаем, пацаны. Ух, это гол. Я надеюсь, это засчитали. Только на кого? На Федора Смолова или на Черлуку? Ну это просто шикарно распразднует Федор Смолов. Значит, он все-таки забивает этот гол. Вот он, первый стандарт у Локомотива с углового. Посмотрите, это... Я даже не понимаю, кто играет под пятым номером в Локомотиве. Но не суть важна. Но посмотрите, он просто залетел вместе с мячом в ворота. Нет, это не Черлука, скорее всего, был. А вот Хюведес, да, это Хюведес. Пятый номер пробивал. Ну и Федор Смолов замечательно замкнул. Не знаю, будет ли это считаться, как голевая передача от Хюведеса, но гол шикарный. Гол замечательный. И, наконец-то, смогли мы забить. Быстро, можно сказать, мы забили. Ай-яй-яй, Гильермо просто замечательно справляется. Прям в упор пробивал здесь Орангуис. Капитан, кстати, команды. Ну, за какие-то заслуги ему дали капитанскую повязку. Орангуис. Что? Вы что делаете? Тихо. Сейчас что было так? Он просто отдал. Не надо мне бить здесь. Гильермо отлично. Просто сейчас какая-то вот сумасшествие началось после этой штанги. И замечательный момент. Гильермо. Так тащил. Он цель в 5, наверное, сделал за эти 27 минут. Ну, вот так вот под подмышку. Вот Кай Хаверц он пропускает. Ну, Хаверц, да, это просто какая-то убийца. В футболе прогрессирует просто невероятно этот парень. Ну, вот так вот прям в шестерочку мяч закатывается, сравнивает 1-1 Байер. И опасный снова момент Хаверц. Гильермо, Гильермо, Гильермо. Просто нет слов. Смотрите, как здесь замечательно все получается сейчас. Что ты, почему ты, Смолов-то не пробил? Я бил за тебя уже два раза нажал. Даже не высветилось. Уже там финишный, там должен был даже, если бы и слабо бы пробил, мяч бы закатился. Алло. Просто выход в 1-0. Вратаря там не было даже. В той части ворот тебе осталось просто пробить. Уходим на перерыв. Счет 1-1. Забил Смолов и Кай Хаверц. Итак, атлетика играет пока что в ничью с Ювентусом 1-1. Что по статистике? Бьют, естественно, много Байер. Ударов у них намного больше. Но у нас хотя бы 100% точность. Три удара, три в створ. Владение, естественно, идет за Байером. Отборы больше у Байер. Но у них и нарушений. Три. Две желтые карточки заслужено. Угловых они подали больше, мы меньше. И просто с этого единственного углового мы забили. Точность пасов у нас очень низкая. Нужно ее увеличивать. 17% проигрываем Байеру по точности. Пока что давайте так и оставим. А потом мы уже что-то помиксуем с составом. И выпустим кого-нибудь. Может быть, Джоа Марио даже. Ай-яй-яй, да почему вы никогда вот не можете... Даже достал ты до мяча, так ты иди дальше-то. Ну, сейчас Хаверц. Просто дали момент Хаверцу. И он забивает дубль. Его сейчас просто никто не держал. Я уже думал выходить вратарем. Потом подумал, может, все-таки Гилерми раз такой прям в пике. В этом матче он отобьет. Нет. Провалилась оборона. Контру мы пропустили. И все. 2-1. Все. Антон Миранчук. Антон Миранчук. Антон Миранчук забивает. Да это один, надеем. Тьфу. 2-2. Но все равно ничья, друзья. Я уж хотел. Тут такие слоганы придумал. Что вот у Миранчука 11 номер. И у нас на табло 1-1. Но нет. На 2. И отлично. Быстро мы отвечаем на пропущенный гол от Хаверца. Второй. Первым голом одного из Миранчуков. Пока что Алексей не забивал. Но это все-таки пока что. И отлично. Пока что хорошую мы игру показываем. И именно вот с Байером мы будем играть атакующие. Потому что с Ювентусом и с Атлетикой мы будем играть оборонительно. И только на контратаках пытаться тянуть эту игру. Сумолов. И отдает на Алексея Миранчука. У него левая рабочая. 3-2. 3-2 братья Миранчуки. Как я и сказал, когда забил Антон Миранчук. Что Алексей еще не вечер. Но он забьет. И все-таки сбылось. И это отлично. И пока что вот именно даже был бы в игре. Давайте уж поменяем Алексея. Пусть отдыхает заслушанно. Забил. Пойдет на отдых. Был бы как в чемпионате России. Проработанный-то в симуляторах. Лимит какой-нибудь. То мы бы отлично с ним справились. У нас забивают 3 российских футболиста. Ну это отлично. Смолов. Братья Миранчуки. Пока что забивают 3. Но и у Байера. Немец забивает. Причем немало. Дубль он уже положил. Но мы выпускаем португальца. Который поиграл и в Вестхеме. И в Интере. Еще не знаю где он поиграл. Ну вот именно такие прям знаменитые его клубы. И. Эдер. Эдер. Падает. Это пенальти или штрафной? Это пенальти. Тахо удаляй отсюда. Отлично. Отлично. Что у нас по пенальти? У нас Жоа Марио. Но у нас Криховик лучше бьет. Поэтому мы его и дадим. Давайте куда-нибудь отсюда. Вот попробуем. Что-то он какой-то маленький. Градецкий. Наворот. Отбивает. Даже этот таймфинишинг там небольшой напопал. Но все равно. Я уже думал смогу дать пенальти. Пробить. Пробил даже для некоторых болельщиков. Показалось что был там гол. Да нет. Ну нет. Такую парашу пропускать. Вот друзья. Зачем ты так отдал? Я чуть-чуть нажал. Чтобы ты отдал ближнему. Почему? Вот. Он даже подбегать уже стал. Зачем ты туда прям так отдаешь? Алеша. И. Да ты пробей ты уже его. Зачем бежать? Если у нас счет 3-3. Мы играем в 11 человек против 10. Зачем нам естественно бежать в нападение? Вот этот последний гол это просто дичь какая-то. Антон Миранчук лучший игрок матча. Забил гол. И все. Просто гол. За это уже дали. Отлично. 9-0 также у Смолова. У него один гол. И одна голевая передача. Хеведесу кстати так и не записали голевую. За тот замечательный момент на угловом. По статистике мы естественно проиграли как владение, так и удары. Отборов у нас было больше. Нарушения у них. Поэтому это минус для них. Пасы мы немного подняли. И точность ударов у нас упала. Потому что мы стали уже просто бить. Но все равно у нас она хотя бы больше, чем у Байера. Атлетико проиграл Ювентусу. Но это нам не знаю как в плюс. Стоит ли нам все отдавать на сидение Ювентусу. Потому что Ювентусы обыграет Байер. Мы будем на это надеяться. А у нас игра дома с Атлетико. Но все равно мы хотя бы на второй сейчас строчке. Так что друзья подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И набираем на этом ролике 20 лайков. И я сразу же сажусь записывать второй тур против Атлетико. Пишите также в комментариях. Кого вы хотите видеть на поле. Кого вы не хотите видеть. Что может стоит в схеме изменить. В общем пишите все что вы думаете. Насчет этого. С вами был Андрей. И канал футбол это жизнь. До новых встреч друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok